Нужно обладать картиной мира, такой четкой, адекватной, реальной. То есть эта картина мира должна быть не фантастической, не иллюзорной, не картиной мира, годящейся для потребления в детских садах, а реальная картина. Она достаточно сложная, и она достаточно далеко от всего, к чему приучен нынешний потребитель информации. Но теоретически говоря, если такая картина мира, как точка отталкивания, точка сборки есть, тогда вы можете иметь критерий, по которому вы судите любую информацию, любой факт. Он ложится в эту картину мира, либо не ложится. Вы, конечно, должны доверять своей картине мира, а не фактам. То есть если вам говорят, что вот такой вот фактик есть, и вы видите, что он не ложится в вашу картину мира, то тогда вы должны этот факт рассматривать как сфабрикованный. То есть не верить в него. Верить в свою картину мира. Но для этого эта картина мира должна быть действительно плодом глубокого копания, глубокого исследования. То есть неусвоенное, опять-таки, тоже в качестве очередного подбрасывания. Как нам говорил Черномырдин, нам тут подбрасывают. Не подбрасывание должно быть источником этой картины мира, а исследовательская работа. И философская в том числе, конечно.